Хорошее утро зависит не только от вкусного завтрака или подъема с той ноги, а и от спортивного и бодрого настроения. А если мы хотим сделать упор на похудение, помогут нам кардио-тренировки. Какие упражнения нужно делать, сейчас все узнаем. Доброе утро, Анастасия. В первую очередь кардио-тренировки выполняют функцию стимулирования нервной мышечной системы. Выполняют функцию укрепления. И, конечно, самую основную всех интересующую – это жиросжигание. Повышать свою выносливость, быть крепким, мышечные корсеты укреплять – это для всего организма всегда будет полезно. Чтобы активировать дыхание, подготовить нервную систему к нагрузкам, мы начнем с разминки. Весь комплекс у нас будет функциональный. То есть некоторые упражнения будут у нас заменять… Те упражнения, которые несут такую компрессию на позвоночник, чрезмерную, мы подберем альтернативу и выполним то же самое упражнение, с нагрузкой то же самое, но более безопасно для позвоночника. Первое упражнение – широкая постановка ног. Выполняем наклон, слегка согнув колени. На выдохе делаем замах руками вверх и одновременно ставим ноги назад. 15 раз будет достаточно. Второе упражнение – движение в планке. Кисти рук под плечами, колени под тазом. Отрываем колени от пола и делаем замах назад. На выдохе касаемся ладонью носка. Третье упражнение – имитация броска. Из выпада по диагонали поднимаем руки вверх, параллельно выпрямляем ногу. И так по 15 раз на каждую ногу. Четвертое упражнение – проработка мышц кора. Безопасный вариант для позвоночника. На вдохе вытягиваем ногу, на выдохе касаемся локтя и колена. Выпрямляемся. Дальше – на выдохе поворот на другую сторону. Делаем 12 раз. Кардиотренировка подбирается индивидуально. Зависит от уровня подготовки и ваших целей. Стандартно – 2-4 раза в неделю. В целом, это очень эффективный способ держать себя в форме. Однозначно стоит приглядеться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова